Это время, когда женщине нужно заботиться, ухаживать за ней, защищать ее. Но с течением времени кто-то превратил это в процесс дискриминации. Мы рождаемся благодаря этому процессу. Если он нечист, тогда само наше рождение нечисто. И творение тоже. В духовности существует много предубеждений по поводу менструации. С чем это связано? Ваш вопрос слишком общий. Вы говорите о предвзятом отношении с позицией духовности. Я хочу, чтобы вы поняли. В духовности нигде не говорится о менструальных циклах, потому что в духовности не может быть менструальных циклов. Вы можете их иметь только физиологически. Это физиологический процесс, который оказывает влияние на психологическое состояние некоторых женщин. Не у всех, но у довольно значительной части женщин этот физиологический процесс отражается на психологическом состоянии. И это факт, который следует принимать во внимание. Если ваш вопрос исходит из того, что в некоторых храмах и других подобных местах существуют ограничения, женщины не могут посещать их в это время, то необходимо разобраться, откуда это происходит. Не будем говорить о современной женщине. Какие средства ей доступны сегодня, как она может справляться со своими телесными потребностями и прочими вещами — это теперь совершенно другое дело. Я хочу, чтобы вы посмотрели на тысячу лет назад. Какие у нее имелись гигиенические средства? Чем она занималась? С этим могли возникнуть определенные проблемы. Не так ли? Прежде всего, вам нужно понимать уровень физической активности обычной женщины в те дни. Ей приходилось готовить на 15-20 человек, ухаживать за коровами, заботиться о детях. Все бытовые заботы лежали на ней. На женщине лежала огромная физическая нагрузка. Поэтому в определенные дни месячного цикла женщина получала трех-четырехдневный перерыв от всех забот. Разве это не замечательно? В некоторой степени мы можем провести аналогии этого периода у женщины с процессом линьки. Хотя, конечно, он не такой продолжительный. Это время, когда о женщине нужно заботиться, ухаживать за ней, защищать ее, чтобы кто-то другой готовил для нее, чего обычно никто никогда для нее не делает. Обычно она готовит каждый день. Но в эти 3-4 дня для нее готовит кто-то другой, кто-то другой подает ей еду. Женщина же посвящает это время себе. Она медитирует, поет, молится. Разве это не замечательно? Скажите мне. Не рассматривайте это с позиции сегодняшней жизни. Оглянитесь на тысячу лет назад, в то время, когда следовали этим рекомендациям. Это был очень хороший способ защитить наших женщин. Но с течением времени кто-то превратил это в процесс дискриминации. Женщине нельзя приходить сюда, нельзя приходить туда. Подобное происходит просто из-за невежества. Это не имеет никакого отношения к духовному миру. Если бы у моей матери не было менструальных циклов, я бы не родился. Да? Да или нет? Мы рождаемся благодаря этому процессу. Если он нечист, тогда само наше рождение нечисто. И все творение тоже. Нелепо даже думать об этом. Это не вопрос чистоты или нечистоты. Это было сделано из практических соображений. Даже сегодня я встречаю тысячи женщин, которые сильно страдают в деменструации. Потому что им необходимо идти на работу, им все еще приходится со всем справляться самим. Многие из них в это время принимают лекарства для того, чтобы сохранить психологическое равновесие. Они явно бы не отказались от отдыха. Им определенно пошло бы на пользу немного уединения и отдыха от всего, чем они занимаются. Мысль, что это вопрос чистоты или нечистоты, может зародиться только в незрелом уме. Это фундаментальное непонимание жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok